Время новогодней сказки. В Ивановском музее Ситца открылась предпраздничная выставка «Советский Новый год». С самого порога посетители попадают в атмосферу праздника и ожидания чуда. Здесь у нас главными героями являются игрушки. Игрушки новогодние. От самых ранних, 30-х годов, из ваты, из каркаса. До 50-х годов игрушки, так называемые, монтажные, то есть из стекляруса. Из стекляруса собраны самолеты, вертолеты, держабли, звезды, стены, санки. Сотрудники музея постарались воссоздать атмосферу советского Нового года до мелочей. В зале вкусно пахнет мандаринами и хвоей от живых елок. Играет музыка из сказок, мультфильмов и советских телепередач. Кажется, вот-вот зашипит шампанское в высоких бокалах. Каждому, кто помнит, как встречали Новый год в Советском Союзе, это знакомо. Истинным символом советского Нового года являются, несомненно, елочные игрушки. В то время их изготавливали из настоящего стекла и расписывали вручную. Неудивительно, что эти маленькие предметы искусства очень ценились. И их передавали из поколения в поколение. Помимо игрушек, здесь множество других интересных экспонатов. Праздничные открытки, подарки, новогодние плакаты и афиши. А для тех, кто хочет не просто почувствовать праздник, а еще и прикоснуться к нему, прямо в выставочном зале проводят мастер-классы. Мы делаем новогодние игрушки. Игрушек у нас две. Это елка-открытка и также фонарь. Все это сделано из бумаги. Детям довольно легко их сделать. То есть, очень хорошо это поддается для работы с маленькими даже детьми. И игрушки детям нравятся. Они сейчас с удовольствием делают одно за другой. И я думаю, что, в общем, этот мастер-класс будет пользоваться успехом у детей. Такие увлекательные посиделки проводят каждый день. Сделанные игрушки разрешают забрать с собой. Прийти сюда за новогодним настроением и приятными воспоминаниями из детства может любой желающий. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.